В России с сегодняшнего дня приостановлено движение грузовиков с украинскими номерами. Так решил Минтранс. Это ответ на блокаду в соседней стране грузовиков российских. Радикалы незаконно удерживают фуру уже в 10 областях Украины. И так несколько дней. В Киеве то ли не хотели и закрывали глаза, не желали замечать происходившего, то ли просто не могли ничего с этим поделать. Тему продолжит Ольга Герасименко. Да что ты говоришь, у меня двое детей, мне их кормить нужно. Нервы дальнобойщиков на пределе, но на дорогах ситуация лишь ухудшается. Все новые блокпосты, как эпидемия. Сумская область стала 10 регионом Украины, где радикалы запрещенного в России движения «Правый сектор» и активисты «Автомайдана» задерживают фуры с российскими номерами на неопределенный срок. В разных областях уже стоит более 100 большегрузов. Еще пять сотен машин не могут въехать на территорию незалежной со стороны Евросоюза. Вы белорус? Конечно. Точно? Благодарю. Мы лично вас не задерживаем. Мы задерживаем фуры с российскими номерами и товарами. Указанные действия являются грубым нарушением соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Украины о международном автомобильном сообщении, согласно которому стороны обеспечивают возможность осуществления транзитных перевозок по своим территориям. На призывы Минтранса России принять меры в Киеве с самого начала никак не реагировали. Правоохранители бездействовали. На месте работают сотрудники правопорядка. Нарушений они не зафиксировали. Лишь накануне с заявлением выступил глава Украинского министерства иностранных дел, но его слова едва ли прояснили сложившуюся ситуацию. Мы правовое государство, и так как Россия действует, не будем. Но в то же время о наших интересах позаботимся. И просто так осуществлять через Украину транзит в ЕС Россия не будет способна. По словам главы украинского МИДа, они уже проводят консультации, но не с Россией, а с представителями Евросоюза. То есть киевские власти сами решить ничего не могут, разрываясь между теми, кто вышел на дороги, и кому перечить как-то непатриотично, и Европейским Союзом, куда так стремится Украина. А там явно от происходящего на дорогах Украины многие пришли в недоумение. По крайней мере, представители бизнеса, те, кто приобрел товар в России, заплатил деньги и теперь не может получить его в срок. Что будете делать, если неделю замет это все? Посмотрим, стоять будем. Украинские же националисты только задержкой транспорта не ограничиваются. Закрашивают георгиевские ленты на бортах большегрузов. Тем временем вопрос с транзитом российских фур планируют обсудить на сегодняшнем заседании Кабинета министров Украины. Но, похоже, верить в то, что ситуация в скором времени разрешится. На дорогах уже отказываются. Мне было сказано, утром соберется Рада и будет принято решение. Где решение?